Здравствуйте, в эфире новости. Студия Ольга Эльфимова. Вместе с моими коллегами я расскажу вам о главных событиях к этому часу. Владимирский автомобилист пострадал из-за пешеходов. Они перебегали дорогу в неположенном месте на проспекте строителей. Чтобы избежать столкновения с внезапно выскочившими на дорогу людьми, водитель резко повернул, но машину занесло и перевернуло на бок. О происшествии автомобилист написал в социальных сетях. Он повредил машину и получил незначительные ушибы, а пешеходы даже не остановились. По всей видимости, обращаться в госавтоинспекцию водитель не стал. В сети он написал, что хочет посмотреть пешеходам в глаза. Этого будет достаточно в качестве моральной компенсации. В ГИБДД подтвердили, что сообщений об этой аварии к ним не поступало. Продолжаем выпуск. За прошедшие сутки в Владимирской области зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусом. Число инфицированных с каждым днем увеличивается. Сегодня в больницах Радужного и Суздале по приказу облздрава открыли ковидные госпитали. В ближайшее время планируется развернуть еще один. В Владимирской больнице номер 5. В этом медучреждении смогут принять 160 больных. Ковидом все чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 49 лет. Большими темпами растет заболеваемость и среди молодежи. Участились случаи инфицирования среди детей. При этом сам вирус активно эволюционирует. Сам период инкабуционный. Доктора отмечают, что он стал короче. Это не обязательно две недели. Это может быть меньше. Течение заболевания тоже, к сожалению, более осложненное, нежели это было раньше. Каждый день прививки от коронавируса делают от полутора до двух тысяч человек. Но вакцины на всех не хватает. Уже использовано 92% препаратов. Белый дом направил в Минздрав России письмо с просьбой выделить региону дополнительно 70 тысяч доз. Массовая вакцинация в регионе продолжается. Медики используют имеющиеся у них вакцины. Мои коллеги подготовили репортаж из Собинского района. Место укола не тереть, не чесать. Йодовую сеточку не делать. Душ принять можно сегодня. Душ. Алена Трещалова – настоящий передовик. С начала года старшая медсестра Собинской районной больницы вакцинировала от ковида более тысячи человек. Одним из первых пациентов был дедушка 80 лет. Был в Фитинина мужчина 41-го года рождения. Он пришел первый с палочкой, кое-как сюда забрался. Я хочу. Ему вроде там не надо тебе возраста какой большой. Нет, я хочу, я буду и все. Не жалуются на побочные эффекты и Тамила Горчуева, работница птицефабрики, сегодня получила второй компонент препарата. Я вообще в жизни своей никогда ничем не болела. Ни желтухой, ни чем никогда. Никакими детскими болезнями. Но уже мне сейчас за 40, мало ли, иммунистет падает. Перед прививкой каждый посетитель подписывает документ, что вакцинируется он добровольно. Пациенты делают прививки по разным причинам. Большинство не хотят заболеть ковидом. Пожилые переживают, что без защиты не смогут общаться с внуками. А любители путешествий делают прививки, чтобы отдохнуть на море. Без сертификата на ряд российских курортов уже не попасть. Ну, что я могу сказать? Это решение каждого человека лично. Понимаете? Вот должен прийти человек самостоятельный к этому. Вот я, например, сама решила для себя. Меня хоть дети и ругают. Они говорят, ну зря, мама. Я говорю, я так решила, для себя. На каждый выезд врачи берут с собой запасные дозы вакцины. Нередко пациенты приходят без предварительной записи, случайно узнав о приезде мобильного ФАПа. Людям в помощи не отказывают. Как мы уже сейчас видим, да, и по пациентам, которые поступают, да, и по нашим пациентам, которые лежат, эта волна протекает тяжелее. Быстрее развиваются осложнения, такие как пневмония, тяжелые сосудистые осложнения. И особенно, ну, люди пожилые, люди полные, да, люди с сопутствующими фоном и заболеваниями, болеют тяжелее, переносят тяжелее эту инфекцию. На сегодняшний день у Собинских врачей осталось порядка 400 доз вакцины. Этого запаса хватит буквально на несколько дней. Медики этой и других больниц области ждут решения, которое должен принять Минздрав. Регион ждет поступления дополнительной партии препаратов. Екатерина Старикова, Евгения Волкова и Вячеслав Сноровкин, Губерния, 33. Несмотря на сложную педситуацию, выпускные вечера во Владимирской области не отменят. Главное условие, чтобы школьники из разных классов отмечали праздник раздельно. Многие выпускники сдали ПЦР-тесты, чтобы исключить риск заражения. Родители, которые проведут вечер со своими детьми, прошли вакцинацию. Другое дело, если школа, например, решит, что они будут на воздухе. Но это с условием уже последних изменений, которые внесены в 38-й указ нашего губернатора. Где сказано, что территория должна быть отраждена, где у каждого должны быть либо ПЦР, либо свидетельства о вакцинации. Пожалуйста, пожалуйста, вот так. Здесь уже можно смешать какие-то детские коллективы, может быть, там могут быть посторонние, но при важных вот этих вот дополнительных условиях. Также директор департамента образования рассказал об открытии новых дошкольных учреждений. До конца года в областном центре начнут работу два детских сада. Они примут 216 детей в возрасте до трех лет. Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография». В регионе решается вопрос о закрытии в школах вторых смен. В Владимирской области уже построены три учебных заведения на 1682 места. К открытию готовятся еще три образовательных учреждения на 2280 мест. Речь идет о новых школах в Камешково, Коврове и микрорайоне Коммунарх областного центра. Это вот то самое, о чем сказал Владимир Владимирович Путин. Действительно, мы приблизили максимально, выстроили работу школы, исходя из повседневных потребностей семьи, человека и конкретного ребенка. Но есть и перспективная ситуация, и она связана с открытием, с возможностью открытия до 2024 года еще ряда крупных образовательных организаций в городе Владимире, поскольку сегодня у нас самое большое число детей, занимающихся во вторую смену, это город Владимир. В Мурме открыли уникальное предприятие, первое в России современный завод, на котором производят фанеру и древесно-стружечные плиты. Его строительство стало возможным благодаря поддержке областной администрации. Елена Павловна расскажет подробнее. Три, два, один! Завод Муром считается открытым! Первый в России и второй в мире такой современный завод есть только в Венгрии. Для Мурома это настоящий прорыв. Крупнейшее деревообрабатывающее предприятие построили всего за два года, несмотря на пандемию, хотя на возведение таких производств требуется не менее четырех лет. Сложность в России сейчас – это переработка низкосортной древесины. Вот, собственно, данный проект решает этот вопрос, и на качестве продукта это не будет, скажем, отражаться. Вот, это основная уникальность. Это не просто новые рабочие места, это очень высококачественные рабочие места. Этот проект уникален и своей экологичностью завод не будет наносить вред окружающей среде, и все благодаря особой технологии переработки. Установленная на предприятии система сжигания превращает древесные отходы в водяной пар. Мы находимся около главного конвейера нашего производства. Здесь происходит непосредственно прессование плиты ОСП. Насыпанный стручный мат, смоленный, состоящий из трех слоев, два внешних, один внутренний, подается в пресс горячего прессования непрерывного действия. Такой процесс изготовления позволяет выпускать продукт высокого качества. Производство полностью автоматизировано. За правильными параметрами на линии следят операторы, которые работают на центральном пульте. Любое отклонение от нормы они быстро устраняют. На выходе уже стоит дефектоскоп, толщиномер, где мы смотрим, следим за качеством плиты. После чего готовая продукция уже обрезается должным размером. Современное предприятие по производству плит из дерева построили с использованием технологий мирового лидера немецкой компании. Сделать это удалось благодаря поддержке областной администрации. На строительство завода по инвестиционному проекту было выделено 7 миллиардов рублей. Мы работаем по разным направлениям. Это и меры стимулирования, и меры поддержки. И, соответственно, сегодня уже упоминалось, это приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, по которым регион обязан предоставить лесной ресурс для развития предприятия дальнейшего. В год предприятие будет выпускать 250 кубометров плит. Свою продукцию завод поставляет российским партнерам и за рубеж. Сегодня в Муроме тройка самых крупных по объему выдержки предприятий. Это предприятие построено за последние 5 лет. Поэтому я уверен, что Ольга Владимировна по плечу выйти на лидирующие позиции. В этой тройке для этого все есть. Естественно, что администрация округа Муром с удовольствием во всем их поддержит. Я уверен, что администрация области также свое лепо с удовольствием внесет. Запуском нового инвестиционного проекта в Муроме решается и важная социальная проблема. Благодаря открытию нового производства дополнительно появились 155 рабочих мест. Елена Павлова, Вячеслав Сноровкин, губерния 33. В Муроме на Ке рядом с автомобильным мостом маломерное судно столкнулось с топливозаправщиком. Это легенда учений, которые провели сотрудники МЧС. Судно, на борту которого находились 12 членов экипажа, перевернулось и затонуло. 8 человек погибли. Четверых удалось спасти. Из-за нарушения герметичности на топливозаправщике вытекло горючее. Начался пожар. Капитан доложил о возгорании. Огонь начали тушить до приезда спасателей. Сотрудники ГИМС и спасательной станции доставили эвакуированных на берег. Здесь пострадавших уже ждали бригады скорой помощи и психолог. На место ЧП прибыл автобус, который должен доставить людей в пункт временного размещения. А в это время водолазы искали в реке Цела погибших. Пожар на судне удалось потушить. В МЧС отметили, что сотрудники выполнили все поставленные задачи. У нас город Москва проводит по Центральному федеральному округу. Дало вводные тренировки на водных просторах нашей Владимирской области. У нас в Муромском районе, так как у нас водная артерия, это река Ака, была произошедшая с буксиром маломерного судна. Принимали все службы, потому что здесь и скорая понадобилась, и та же войсковая часть. На этом у меня все. Не забывайте, губерния 33 есть и в социальных сетях. Будьте с нами в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. А если вам нужна наша помощь, звоните на редакционный номер 32-62-33. Не забывайте, только прививка может защитить от коронавируса и его тяжелых последствий. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Не пропустите.